Продолжение следует... Моя работа посвящена нашим предложениям вывода страны из тяжелого системного кризиса. 15 лет тому назад была опубликована моя книга о глобализации и судьбе человечества, где был проанализирован прошедший век, его итоги, две мировые войны, уникальный советский опыт и новые возможные сценарии. Один сценарий предполагался как баланс интересов и была попытка в Рио даже не реализовать этот баланс. Второй сценарий это диктатура планетарной американской глобализации и третий хаос и война. К сожалению, ситуация развивается по третьему сценарию. В стране наступает и в мире политический хаос, а что касается войны, уже всерьез заговорили о возможности применения ядерного оружия и пожара на Корейском полуострове, который немедленно охватит все прилегающие районы. Там столкнутся все ведущие державы мира. В этой связи исключительно важно для себя сделать ряд выводов. Хочу напомнить еще раз, что два системных мировых кризиса капитализма в прошлом веке закончились двумя мировыми войнами. Из Первой мировой вытащил в Великий Октябрь создание Союза Советских Социалистических Республик и обновление мира. И второго наша победа в мае 1945-го – ракетно-ядерный паритет и советский прорыв в космос. Что касается очередного кризиса третьего системного, он начался в 2008 году на Уолл-стрите, ведущей капиталистической державе, и продолжается вот уже девятый год с самыми непредсказуемыми перспективами. В этой связи нам надо понимать и помнить как предыдущий исторический опыт, так и максимально использовать наши возможности, геополитические возможности нашей страны и тот уникальный ленинско-сталинский опыт модернизации, который позволил нам подняться в космос и стать великой державой мира. В этой связи хочу напомнить, что в 1949 году была опубликована гениальная статья Эйнштейна «Почему социализм?». Вдумайтесь, крупнейший ученый мира тогда обратился к этой теме и на весь свет заявил, что без социализма мы снова будем обречены участвовать в большой войне. Кстати, годом ранее, в 1948 году, была закрыта наша консульция в Сан-Франциско, началась жесткая холодная война, и снова она возобновила работу только в 1971 году, после того, как мы прорвались в космос, и за 12 лет создали 120 подводных атомных лодок, и каждый год поставляли на наши аэродромы более тысячи лучших на ту пору самолетов. Как только ракетно-ядерный паритет стал реальностью, так и американцы вынуждены были снова открыть наше посольство, пойти на разрядку, на соответствующие договоренности. После 1991, когда были преданы идеалы социализма, когда мы снова стали откатываться на задворки истории, посыпались на нас все болячки и все трудности и невзгоды. Сегодня время подвести итоги этой печальной традиции, сделать для себя принципиальный вывод, что без народовластия, справедливый социализм мы не справимся, и вернуться к программе, которую мы подготовили и реально оснастили законодательством. Сейчас эти предложения в соответствии с моей работой Дмитрий Георгиевич Новиков представит в нашей пресс-конференции. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые участники пресс-конференции, сегодня мы представляем новую книгу лидера КПРФ, лидера НПС России Геннадия Андреевича Зюганова под названием «Отсчет пошел». Это книга размышления, книга предупреждения и книга воззвания. Это книга, для которой характерна честная оценка ситуации в России и мире, ситуация крайне тревожной, но не безвыходной. И предлагая программу, перемен, программу преобразований, эта работа является еще и книгой надежды. Да, это книга размышления, в ней вдумчиво анализируются проблемы страны и всего мира. Увы, кризисы прямое и неизбежное следствие капитализма. Нынешний кризис усилен результатами неолиберальной политики с господством финансового капитала, финансовой олигархии, с финансовыми пузырями, с пересмотром идеи социального государства, с массовой бедностью. И в результате, по данным международных организаций, сегодня 1% населения мира владеет большими богатствами, чем остальные 99%. Конечно, за этим стоит угнетение и неравенство чудовищных масштабов. Книга «Отсчет пошел» напоминает о том, что иной мир возможен. А этот мир нам известен, этот мир называется социализм. И именно этим путем наша страна шла после октября 1917 года, в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Речь в книге идет и об этой дате, о ее значении, о том, что Октябрь носил пролетарский характер, и о том, что поддержка большевикам, оказанная со стороны многомиллионных крестьянских масс, позволила ему победить, позволила одержать победу над интервентами и их пособниками. По сути, социализм стал общенародной, общенациональной идеей для нашей страны. И в условиях, когда сегодня антисоветизм и русофобия, к сожалению, являются частью нашей реальности, Геннадий Андреевич еще раз напоминает о том, что советская эпоха подняла русские и все народы России, все народы Советского Союза к вершинам самых высоких побед, включая победу над фашизмом и прорыв в космос. Это народный характер советской власти позволил нам устоять в борьбе с фашизмом, не допустил массовых проявлений коллаборационизма, что было во Франции, в Польше, в других городах Европы. Исправочно хочу сказать, что из всех фильмов документальных, которые за последнее время сделал наш партийный канал «Красная линия», наибольшей популярностью пользуется фильм «Эти», который как раз посвящен природе коллаборационизма и причинам того, что в Советском Союзе это явление не получило широкого распространения. И благодаря этому фильму, его появлению, подписка на наш телеканал на канале YouTube в интернете быстро выросла на несколько тысяч человек. Книга «Отчет пошел» напоминает о том, что у коммунистов есть ответы на самые сложные вопросы. Так, либеральные идеи космополитизма, мультикультурализма обанкротились, обанкротились идеи буржуазного национализма, проверку временем прошли идеи интернационализма и идеи советского патриотизма. Книга «Отчет пошел» – это книга предупреждения, предупреждения о том, к чему может привести продолжение нынешнего курса в Российской Федерации. Экономика деградирует и остается донором западной экономики. Продолжает надвигаться коммунальная катастрофа, пенсионерам грозит повышение пенсионного возраста, все больше проблемы молодежи. Продолжается сворачивание гарантий в сфере образования, в сфере здравоохранения. Ну а масштабы коррупции приобретают такие размеры, что сегодня мы слышим все большее число фамилий министров и губернаторов, на которые заводятся уголовные дела. Огромные пространства России пустеют, уродуются русский язык и культура. И все это лишь отдельные носки той полной картины, которая представлена в книге, картины современной русской драмы. Все это, конечно, ослабляет нашу страну перед лицом внешних угроз, которые включают в себя и рост агрессивной мощи НАТО, и расширение числа военных конфликтов по периметру нашей страны, и санкции, и захват дипломатической собственности. Книга, о которой мы говорим, это еще и книга воззвания, прошла ведь четверть века после того Ельцинского переворота и принятия танковой конституции. Жить в стране за этот период времени не стало лучше, только 4% граждан сегодня согласны с утверждением, что Россия поднимается с колен, значит запрос на перемены очевиден. Его сегодня не обеспечит нынешняя партия власти, потому что она у власти находится уже долго, и она не справилась. Его не обеспечат те, кто находится около власти, и кто не могут ничего предложить стране, кроме как раскапывать Красную площадь. Его не предложат, эти перемены к лучшему не обеспечат и те крикливые либералы из оппозиции, которые лишь заглядывают в рот Западу и мечтают о оранжевом цветном перевороте. Ни одна из этих сил не справится, ни одна из них не ведет к социализму, и главной причиной в этом. Ну, посмотрите на Украину, там у власти были, казалось бы, разные силы. Был Кучма, были те, кто кричали «Кучма! Гэть!», был Янукович, и были те, кто сегодня у власти, и кто сверх Януковича. Но народным массам живется от года к году только хуже и тяжелее. Эти силы разные, но они не являются силами социалистического выбора в этом коне. В этом проблема. Это показано в книге. Также те же проблемы сегодня и у России. Капитализм обанкротился, стране нужен социализм. Геннадий Андреевич в книге показывает, что это делает вывод о том, что это не просто вопрос победы оливых сил, это вопрос национального спасения и возрождения страны. Мы предложили свою программу мирного, демократичного выхода страны из кризиса. Программу абсолютно конструктивную, над пропагандой которой, над выполнением которой сейчас активно работаем. Она включает в себя и национализацию ключевых отраслей экономики, и контроль государства над банковской сферой, и возвращение средств, выведенных за рубеж в нашу страну. Она включает в себя введение дифференцированной шкалы подоходного налога, чтобы богатые виновные в кризисе платили больше, и включает в себя государственную монополию на производство спиртоводочной продукции. Через два дня в Государственной Думе мы в рамках реализации нашей программы Геннадий Андреевич, председатель комитетов, представляющих нашу партию, представим подробно проект наших законодательных инициатив на осеннюю сессию. Это и наши предложения по бюджетной политике, это и повторно внесенные, неоднократно вносимые нами законы образования для всех, дети войны и целый ряд других документов. Но самое не менее важное и то, что КПРФ предлагает команду тех, кто в состоянии эту программу, предлагаемых нам и мер, реализовать. Это те, кто работают в центре, это те, кто работают на местах, и я хочу назвать некоторые из этих фамилий. Это Николай Исачиев в Краснодарском крае, это Вячеслав Бархаев в Бурятии, Сергей Мамаев в Кировской области, Ольга Ефимова в Новгородской, это Георгий Камнев в Пензенской области, Елена Князева в Северной Осетии, это Ольга Алимова в Саратовской области, Роман Кияшко в Севастополе, Владимир Федоткин в Рязанской области, Евгений Ульянов в Карелии, Ирина Филатова в Пермском крае, Наталья Барышникова в Томской области, Игорь Ревин в Калининграде, Валентина Зайцева в Мордовии, Владимир Бодров в Удмуртии. И список этих имен можно продолжать. Это наша команда, которая способна выполнить программу, предлагаемых нами мер. Книга Геннадия Андреевича, не случайно названа, отчет пошел, а времени для исправления ситуации остается все меньше, нужно спешить, и это является аргументом в пользу того, в том числе, чтобы каждый, кто придет на выбор 10 сентября, сделал правильный выбор. Спасибо большое, Лариса Юрьевна Баранова, секретарь Союза писателей. Пожалуйста, Лариса Юрьевна. Перечень проблем и вопросов, поставленных в этой книге, ну, можно сказать, не исчерпаем. И поэтому даже почти невероятно, что все эти вопросы и проблемы, связанные как звенья в одной цепи, в конце концов превращаются в такую очень серьезную доказательную базу, аргументированную, с причинно-следственными связями. Неолиберализм и либеральный фашизм, проблемы образования в России, проблемы необходимости признания ЛНР, ДНР, стратегия развития и НЭП номер два, интереснейшая тема, национальная идея и борьба с русофобией, не исчерпаем перечень проблем. Но центральной, мне кажется, темой этой книги все-таки остается актуальность Ленина и его лозунгов именно в 2017 году. И здесь хотелось бы подчеркнуть, что практически во всех работах Геннадия Андреевича Зюганова есть некая такая магия цифр, магия чисел. Может быть, потому что он по первому образованию математик. Но надо сказать, что Геннадий Андреевич не мистик. И вот эту магию чисел, которые сходятся, 2017 и 1917, и это не единственный пример, он превращает в очень такую серьезную, логическую, доказательную систему. Очень важно в книге такого рода, где неисчерпаемое количество проблем и вопросов очень важен для меня, как для читателей, как для литератора, очень важен контекст. Контекст этой работы прочитывается и просматривается, если вот дать ему образное название, да, прочитывается и просматривается как честная история. И сам Зюганов дает очень поучительный и честный пример отношения к истории. Вот, в частности, в вопросе о дальневосточном гектаре есть очень точная аналогия с содержанием и преимуществами царского указа дореволюционного об освоении Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, оппоненты Зюганова исторические оказываются его союзниками. Ну, и в случае, например, с Бердяевым, который дает очень важную и точную оценку коммунизма. А Зюганов и Бердяев, безусловно, исторические оппоненты. Но вот это умение превратить исторического оппонента в своего союзника – это тоже очень важная черта этой книги и автора. Вывод этой книги, точнейший вывод этой книги, это заключается в том, что искажение истории грозит социальной катастрофой. Это ясно доказывает современная украинская действительность. Сегодня действительно борются две истории, истории, вернее, борются две фигуры, так сказать, две птицы – история и антиистория. Кстати говоря, сегодня в Европе готовится очередная антирусская акция. Политики Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Литвы и Эстонии всерьез обсуждают возможность создания трибунала по преступлениям коммунизма с предъявлением претензий России в виде выплаты инвестиций. Ну, надо сказать, что такого рода попытки уже были, но они имели более частный характер. А здесь такая солидаризированная компания. И вот в этом смысле контекст честной истории – это первостепенная особенность книги, и сама честная история – это сильнейшее оружие. Сильнейшее. Очень важное и интересное движение мысли в работе Зюганова относительно культурной гегемонии в современной России и в результате победы либерального курса. Но это очень близкая мне тема, как литератору, и она, конечно, требует совершенно особого времени. Но, тем не менее, хочется сказать, что у читателя, который будет внимательно читать эту лаконичную, весьма лаконичную книгу, которая затрагивает проблемы сегодняшнего мира, все самые главные проблемы, есть возможность взглянуть на мир и глубоко, и широко, именно благодаря анализу и неопровержимой логике, и историческим доказательствам, которые есть у автора этой книги. Но самое главное – это то, о чем уже сказал Дмитрий Георгиевич, и нельзя не повториться, что это одна из тех редких книг, выложенных, так сказать, нашими политологами, руководителями политических движений, партий, где действительно, наряду с тем ужасом, который может испытать читатель, так сказать, глубоко вдумавшись в состоянии современного мира, читателю и гражданам предлагается выход. Здесь есть четкое, ясное, хорошо сформулированное, доказательное, научно обоснованное, подчеркиваю, может быть, это самое главное, научно обоснованная программа. Таким образом, выход есть. Хотя, как говорит автор этой книги, отчет пошел. Спасибо. Спасибо. Я хочу обратить еще раз у вас всех внимание на то, что мы устояли перед всеми нашествиями. Мы выжили благодаря великим семи победам. Мы устояли и прорвались в космос, и во время советской эпохи стали самыми образованными, самыми сильными, самыми хорабрыми, самыми космическими, самыми неуязвимыми. Но у нас оказалась Ахиллесова пита, когда соединили национализм, антисоветчину и русофобию. И они взорвали страну в 91-м году, встроив ее уход с дядю Сэм. Говорили, мы будем друзьями и партнерами, а мы оказались клиентами, у которых можно отбирать консульство, которых можно унижать, которых можно обкладывать санкциями и военными базами. Но надо понимать, сегодня у нас за плечами у каждого стоит снова подобная угроза. Она именуется компрадорской олигархией, которая вытаскивает из страны триллионы. 61 триллион выгнали из страны. Это примерно 1 триллион долларов. 5 нынешних бюджетов. Это русофобская навальщина, которая пышным цветом расцвела при поддержке американского посольства и всех остальных. И антисоветская русофобская жириновщина, которая сочится из всех репродукторов. Если эта тройная смесь снова объединится, мы получим российский майдан по хлеще киевского. Поэтому я особо предупреждаю всю общественность в том, что сегодня этот союз наметился. Если вы внимательно посмотрите на закон, который приняли американцы по отношению санкций России, из 184 страниц, почти 80 страниц, посвящены мерам, которые будут предприняты для того, чтобы нас выдавить с рынком, подорвать серевой сектор и задавить, взорвать изнутри. И в этом отношении мы должны быть не только бдительны, мы должны с 1991 года сделать выводы. А вывод простой. Нельзя побеждать, имея такие вызовы, бесплоченности общества, развитой науки и образования и хорошо воспитанного, патриотичного молодого поколения. Поэтому я хотел предоставить слово Владимиру Ивсакову, нашему молодежному лидеру. Ну, безусловно, книга рассчитана на широкий круг читателя. Но я думаю, что она, безусловно, также будет очень интересна молодежи. Это та социальная категория, которая остро чувствует социальную несправедливость. И остро также ищет правду в сегодняшних проблемах и ситуациях. Геннадий Андреевич в своем произведении очень четко распилил и проник в суть вопроса сегодняшних проблем нашего государства и общества. При этом проведен очень глубокий анализ тех мировых процессов, которые сейчас царят в мире. И, конечно, как всегда, автор безукоризненно работает и очень безапелляционно работает с историческими фактами. Проведены великолепные сравнения царской России, советского нашего периода и сегодняшнего периода истории. Молодежь, как никогда, ищет правду. И она мечется. Очень большая группа ребят, которые не определились и не понимают, на каком пути вообще страна находится и куда она движется. Это произведение, безусловно, отличается и тем, от того, от того кучи политической билетристики, которым сейчас наполнены наши СМИ и просторы интернета, то, что здесь, помимо четких и конкретных вопросов, также и даны четкие и конкретные ответы. Я также хочу сказать, что, безусловно, сегодня молодежь это самая, наверное, и в то же время незащищенная группа. И часто она задается вопросом, почему так происходит. Здесь целые главы, которые посвящены, почему это происходит именно так. Сегодня КПРФ дает четкую модель развития. Вы можете с ней соглашаться или не соглашаться, но зато здесь четко и конкретно указано, как мы можем двигаться. Мы очень четко отличаемся от тех людей, которые занимаются политической демагогией. Все их статьи и выступления посвящены лишь для набора лайков и роликам на Ютубе. Здесь же четко абсолютно прописано, что нужно делать и как мы можем двигаться. Я убежден и уверен, что эта книга должна стать настольной книгой для молодых патриотов, для людей, для кого не безразлична судьба нашего Отечества. Она, с одной стороны, поднимает очень тяжелые вопросы, но в то же время достаточно легко и легко написана, и в принципе, в достаточно доступном языке легко читается. Поэтому я ее очень рекомендую нашей молодежи, тем более для тех, для думающих ребят, для кого не безразлична судьба Отечества. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы, подходите к микрофону, представляйтесь, называйте ваши СМИ. У нас есть вопрос в зале. Пожалуйста, прошу вас. Вчера буквально на пресс-конференции глава Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам, собственно, что по итогам 10 сентября Московский городской комитет будет выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах ни на каких уровнях, если законодательство выборное не будет скорректировано. И при этом он как бы его тоже спросили, согласована ли эта позиция с позицием руководства партии. Он сказал, что Московский горкомитет собственно имеет свое мнение по этому поводу и может его высказывать. Вот. Не могли бы вы прокомментировать, пожалуйста, его вот это заявление? Будете ли вы действительно выходить с этой инициативой? Понятно. Спасибо. У нас партия абсолютно демократичная. Мы его коллективно вырабатываем мнение, принимаем решения, но в партии действует демократический централизм. Это означает, что если большинство приняло решение, для всех, даже тех, кто не согласен, наступает партийная дисциплина, обязаны строго выполнять принятые решения. В 93-м году после расстрела парламента ситуация складывалась вообще драматическая. Наши газеты, все мы были запрещены, нас допрашивали, преследовали. Был подготовлен указ Ельцина 14.00 и начинать полное политическое в их канале. Тогда говорили, как мы пойдем на выборы, на крови, после расстрела. Я выслушал своих оппонентов, сказал, ну можно сидеть в кустах и кукарекать, а можно вступить в бой, даже после того, как через прицел танковых орудий мы увидели демократический, фашистский остал ельцинской своры. Я сторонник принятия этот бой и использовать все формы политической работы для того, чтобы граждане понимали, что Ельцин не принесет никакой демократии, не будет никакой свободы, не будет вам и свободного, конкурентоспособного рынка. Вы получите то, что мир хорошо знает из 20 века. И мы это теперь все получили. Тогда я пришел, написал слева, кто за то, чтобы участвовать в этих несправедливых, грязных, омерзительных выборах или просто отсидеться в стороне. Обзвонил все 85 организаций и сказал, соберите по 10-15 самых умных, самых взвешенных, самых талантливых политиков, хозяйственников, управленцев и бойцов и задайте им вопросы, идти или не идти на эти выборы. Я получил ответ через сутки, потому что у нас было 7 суток для того, чтобы собрать необходимые голоса и получить возможность выступать на выборах. Только две организации сказали, не надо ходить. Остальные сказали, надо использовать все возможности для того, чтобы сказать правду о том, кто пришел и защищать интересы трудового народа. С этого начиналась наша выборная кампания в 93-м году. За все эти годы открытых, честных выборов в стране не было. Ни разу. Что такое выборы открытые? Это команда, программа, публичные дебаты и честный подсчет. Четыре элемента. Мы вносили поправки в закон. Партия власти не приняла ничего для того, чтобы выборы были действительно демократичны. Ни один из кандидатов в президенты, ни Ельцин, ни Путин, ни Медведев не сел с нами в прямой диалог для нормальных дебатов. Но это не значит, что надо уйти в густы и не проведя выборы поднимать руки вверх. Я категорически против такой позиции. Сражайтесь, хотите побеждать? Учитесь. Разбитые армии хорошо учатся, Ленин говорил. Надо уметь, уметь сражаться. Наши отцы умели сражаться. И после того, как империя сгорела, и после того, как вся страна была парализована, и после того, как фашисты дошли до Москвы и до Волги, умели и сражались грамотно и профессионально. Вот берите лучшие все из этого наследства. В любой организации, и в Москве, есть нарушения, есть, кто их говорит, нет, они есть, есть в ряде регионов, поправляют, поправляют, там, где борются, поправляют решительно и грамотно. Можно было в стороне остаться. Мы вчера победили в Горховном суде, наш список сегодня по Северной Осетии восстановлен. Мы победили по Бийску, победили по ряду других мест. Да, у нас сложная ситуация сложилась в Корсакове, но говорят, это у мэра, который запрещал нашу жизнь, вчера взяли под ручки, завели уголовное дело. Назарова нечто похожее, но говорят, там спалили контору, которая запрещала участвовать в выборах. Если хотите решения проблемы, участвуйте в открытых выборах. И власть должна это понимать. Я не случайно в прямом эфире обращался к президенту, к гаранту, что любая попытка нечестных выборов, она дискредитирует президентские выборы. Люди перестают ходить и не верят в возможность бюллетерьми исправить ситуацию. Но лучше исправлять бюллетерьем, чем булыжником. Это хорошо известно. А ситуация, когда вас обложили со всех сторон санкциями, когда у вас буксует экономика, когда у вас не развивается наука, когда у вас ученики начинают стрелять в учителей, она критическая. Мы должны из этого делать выводы. Нельзя в Таргашевской школе подготовить патриота и гражданина. Невозможно. Тогда думайте, как решать эту проблему. Вот мы и предлагаем, в том числе на выборах. А что касается итогового решения, оно принимается, во-первых, штабом, его углавляет Мельников. Он подготовит предложения по всей стране, плюс пакет наших, там, 10 предложений по изменению законодательства, они уже готовы. Плюс подведут итоги все наши наблюдатели. У нас тысячи наблюдателей. На каждом участке два-три минимума. Плюс подведем нас в заседание президиума. И тогда примем решение, в каких выборах участвовать, а в каких нет. Но запомните, никогда команда ваша не победит, если она не борется и не участвует. Никогда никого не победит. А то, что ситуация грязная в стране, и криминальные, и уголовные, от 10 губернаторов уже посадили. Около сотни мэров и всех остальных, а жуликов ЖКХ, они счесть просто. Ну и что, давайте отсиживаться. Я за то, чтобы здоровая часть общества, патриотические силы, объединились, сплотились, и обеспечили нормальную победу и успешное развитие страны. Время давно такое наступило. Прокомментируйте, пожалуйста, итоги саммита БРИКС, и как вы оцениваете ситуацию на корейском полуострове? Насколько она взрывоопасна? У меня вот в той предыдущей глобализации судьбы человечества, глобальном порабощении России, подробно изложено, там раздел есть, Китай как сверхдержава, и Индия ее перспективы. Специальный раздел подробно описывал, что в перспективе, если мы сложим потенциалы свои развития России, Китая, Индии, в данном случае Бразилия, ЮАР, присоединяются многие другие страны, это будет мощным противовесом против НАТО и американщины. Очень мощным противовесом. Экономическим, научно-техническим, любым, собственно говоря. И мы являемся геополитическим мостом между Европой и Азией. У нас есть 3-4 проекта, на которых мы можем озолотиться. Я не знаю, почему Путин и Медведев не хотят их реализовать в полной мере. Почему Александру Третьему хватило гения, чтобы начать строительство самой знаменитой Транссибирской магистрали. Все отговаривали, специалисты, семья, все. Никогда не построим, никогда не построим. Он ответил, а не построим, тогда нечем будет держать Россию в единстве. И подписал указ о начале строительства. Киркой, лопатой, тачкой строили по 400 километров в год. Если бы Транссиб не был построен, мы бы в 41-м не победили фашистов под Москвой. По этой дороге перебросили 6 дивизий в кратчайшие сроки. Она спасла. По этой дороге с Урал отправили полторы тысячи заводов и 10 миллионов человек, которые работали с колеса, обеспечили армию всем необходимым. То гениальное решение царя умного позволило нам победить в 41-м. И сейчас у нас есть возможность. Складывая потенциал из БРИЦ, Китай – мировая держава, заняла место советской страны. Индия – миллиард 200 миллионов скоро по населению. Бразилия – крупнейшая страна ЯР. Во всех этих странах левое патриотическое настроение является доминирующими. Если Путин и Медведев не понимают, сиди на Россию – это, тогда они не политики. Потому что невозможно заниматься внутри антисоветизмом. В России плевать в Великий Октябрь и в историю, не понимая, с кем ты завтра заключаешь союз. А у тебя никаких перспектив нет, когда тебя из Европы выдавливают, твой разрушают сырьевой рынок. Американцы обложили санкциями на 30 лет вперед, когда вам не будут никакие технологии, будут продавать всяческие препятствия. Тогда складывай и строй новый шелковый путь, и северный путь, и осваивай дальневосточные регионы. У нас море рыбы, мы же в себя свою рыбу не можем довезти до московского прилавка. По этим ценам, которые железная дорога заламливают, по энергетическим тарифам удушили всю экономику. Отрабатывайте это. Китайцы предложают в Минском партии Китая подписали блестящий меморандум о взаимодействии. Почему это все не реализуется? Это может реализовываться. Я уверен, что у Брикса колоссальный потенциал. У нас с Индией нигде не пересекаются в его политическом плане проблемы и трудности. Мы можем с ними складывать военно-политическую область, создавать такие системы, которые будут прикрывать нас и всех остальных. Читайте Ленина. Он еще в начале прошлого века об этом сказал, что складывайте потенциалы и вы будете непобедимы. Почему Сталина хватило воли и мужества подписать договор с Черчиллем и Рузвельтом? Черчилль в 2018 году каждую неделю убеждал удушить советскую страну, удушить пока взородыш. А в 41-м, когда фашисты обвалились, сказал, если заключим договор СССР, мы погибли. У нас сейчас ситуация хуже 41-го. Если мы не понимаем, что происходит, у нас олигархи деньги там держат, детки, течи, канарейки там, и не хотят налоги платить, и денег вкладывать в свою экономику. Так как вы будете обновлять, я вот взял сводку последнюю, вот счетная палата привела пример, у нас по приоритетным правительственным программам Путина на треть не выполнено финансирование в этом году. Приоритетные, которые Совет безопасности определил. Так считайте, принимайте меры, без Брикса, вы не решите многие проблемы. Правильно, Путин поехал, выступал, послушал, но надо внутри их реализовывать, а не заниматься антисоветской жириновщиной, которая постылила всем. Это год еще юбилея, столетнего юбилея. Что касается Корейского полуострова, я хотел спросить у наших международников, зачем вы голосовали на Совете безопасности за санкции против Северной Кореи? Вы же все заявляете, санкции неэффективны. Путь санкций ведет никуда, абсолютно согласен. Что надо привести диалог, абсолютно согласен. А сами сидите и на кнопку нажимают санкции. Если бы Медведев в свое время, когда был президентствовал, сказал, не голосуйте за то, чтобы обложили Ливию, тогда бы и Ливию не бомбили, а то проголосовали и в результате что мы получили? Они же там не голосовали за то, чтобы Ливию бомбить, а Мумара Каддафи на дороге растерзали, хихикали, в Белом доме сидели. Если вы собираетесь, тогда выступите посредниками. Вам прислушаются в Южной Корее и в Северной. Вам прислушается весь мир. У вас есть реальный авторитет, у вас есть целый ряд программ с одной и другой страной. Вы используете это для максимального укрепления наших дальневосточных рубежей и позиций, и вы получите искомый результат. А когда говорят, приходят, я в прошлый раз смотрел программу у Соловьева, вот придут там и американцы все разбомбят. Ничего не разбомбят. У талибов ни одного самолета, ни одного вертолета. Десятый, двенадцатый год мучаются. Что они там решили? Ничего не решили. Вам обещал Трамп, Жириновский поднимал тот за Трампа на всем телевидении. С ума сойти. Я в прошлый раз выступил, сказал, вы хоть бы не показывали десятый раз, это позорище невиданное. Что выполнил Трамп, кто ее к власти пришел? Привел Пентагон, военно-промышленный комплекс, глубинная Америка. Почему провели? Что он обещал будет другую политику. Он пока выполнил обещание только Пентагону. Первый в Яйцовую Ускаравию, военный контракт плюс 3 миллиарда, 50 с лишним миллиардов долларов дополнительно на военный комплекс. Сейчас уже снова влазают, расширяют свои возможности в Афганистане и говорят, завтра чуть ли не ядерным оружием будет бомбить Северную Корею. Ну, слава Богу, Путин отвечал вчера, да, вчера я слушал, да, вчера, и говорит, да у них длинноствольная артиллерия, на 40 километров стреляет, до Сеула 26 километров. И что вы ядерным оружием все накроете? Ничего вы там не накроете. А если учесть еще характер ведения войны, вьетнамской войны, я был, смотрел все эти сооружения, они прокопали на всю страну там такие ходы, которые американская авиация ломать не могла. Я уверен, что укрепрайоны в Северной Корее на порядок мощнее и никакая ваша даже атомная бомба не возьмет. Мы строили электростанцию во Вьетнаме, крыша над электростанцией в горе 150 метров гранита, прямое попадание ядерного першинга выдерживает. Поэтому не надо войной брицать, не надо спускать тормозов и ломать психику людей, когда обсуждают о ядерных ударах и обмене. поэтому нет военного решения. Садитесь, думайте и решайте. Но с вами будут слушать и американцы. Если вы будете сильные, образованные и успешные, а у вас в бюджете на науку, образование и здравоохранение по 3-3,5% когда минимум надо 7 для того, чтобы с кем-то конкурировать и соревноваться. Игорь Ильин, агентство журналистских расследований Правда Студия. Геннадий Андреевич, вопрос к вам. Мы все глубоко убеждены в том, что вы патриот и государственник, однако нам кажется, что за вашей спиной в партии происходят необъяснимые вещи. Вернемся, например, ко вчерашнему заявлению Валерия Рашкина о том, что партия может быть не будет принимать участие в выборах вообще с определенной точки зрения, это нужно трактовать как призыв к определенной дестабилизации. И в том заявлении он упомянул Андрея Клычкова как активного участника всех этих процессов, который замечен в том, что в Лосиностровском районе города Москвы под его крылом образовался определенный союз КПРФ Навального, Гудкова, Пономарева, Ходорковского и Чириковой. И этот союз он направлен в том конкретном месте против Русской Православной Церкви. Но все вместе на нынешних выборах муниципальных 10 сентября они идут единой командой. Так вот, вопрос заключает, вопрос в том и состоит. Не считаете ли вы, что за вашей спиной, используя авторитет партии, как патриотической партии, назревает фронда, которая стремится дестабилизировать ситуацию в стране? Спасибо. Что касается Калычкова, талантливый, и умный, современный политический деятель, у которого хорошее будущее. Он прекрасно понимает, что стране нужен государственно-патриотический союз, который я выстраиваю многие годы. Меня на президентских выборах поддерживало более 200 крупнейших организаций от православных структур, включая и мусульмане, поддерживали у нас примерно за нас треть верующих голосов. Нас активно очень поддерживали все представители творческой интеллигенции. Я им премного благодарен и продолжаю энергично поддерживать. В этом плане мы работали со всеми и будем работать. Что касается Навального и всей этой компании, это враги России, злобные, хитрые, хорошо оснащенные, которые управляются ЦРУшниками и американской военщиной. Она не успокоилась, продолжает душить Россию. Им Россия сильная, успешная не нужна. Я недавно прочитал одного еще американского стратега, который прямо сказал, наша задача, чтобы Россия пожирала себя изнутри, устроить очередную фронту и склопу и добиться того, чтобы она была парализована изнутри. Поэтому нам надо опасаться этого всерьез. Потому что такие страны, как наша, внешние агрессии не завоевываются. Они парализуются изнутри. За счет компрадорской олигархии, антисоветской жерновщины и русофобской навальщины. Тройственный союз является на сегодня главной угрозой возможности московского Майдана. Нельзя упускать из виду эту опасность. Ей надо жестко организованно всем силам патриотическим. Что касается отдельных там наших союзов или объединений в ходе текущих выборов, по контролю за ними, по некоторым другим, я не исключаю ряд договоренностей, которые направлены на то, чтобы на участки пришли люди и смотрели внимательно вместе за тем, чтобы подсчет был честным. я вообще считаю идеальный подсчет это если да, партия власти господствует, тогда давайте ваши представители руководят избирательной компанией, вы руководите Кремлем, Советом Безопасности, вы руководители Думы, Советом Федерации, вы руководители правительством, вы все губернатору тудащили, кроме троих и остальное, у вас все руководители комиссии ваши, но хотите, чтобы вам хоть отчасти доверяли, давайте замы, которые есть, три зама в счетных комиссиях будут от трех партий, которые представлены в Государственном Думе и давайте при подсчете бюллетеней пригласим журналистов и наблюдателей и будем поднимать бюллетень первый да, за Единую Россию Сидоров Иванов за КПРФ следующий за Справедливцев и в конце отдадим копию протокола. Мы вас не будем подозревать, мы спокойно, а у нас выборы прерываются, компьютеры выключаются, до утра закрываются, до следующего обеда считаются, через два дня объявляются и пересчет невозможно, и к АИБам никого не подпускают, и говорят у нас все хорошо, все шито-крыто и так далее. Ну что шито-крыто? Ну жулики в планетарном масштабе, ну хотите получить другое название тогда проводите более-менее нормальные выборы. А что касается участия, мы будем участвовать во всех формах политической борьбы за справедливую демократическую державу. Во всех формах. И будем отставить интересы граждан. Олег Романовский и журнал Экоград. Уважаемый Геннадий Андреевич, я хотел бы в преддверии региональных выборов 10 числа затронуть некоторые региональные проблемы, в частности положение пенсионеров, особенно тех категорий, которые почему-то являются региональными, это дети войны и ветераны труда. Во-первых, они заперты в пределах регионов, то есть все немногие социальные льготы, которые в регионе гарантированы, если вы пересекаете границу региона, они отменяются от медицины до проезда. И практически нет ни сейчас ни индексации пенсий фактически, ни санаторно-курортного лечения, оно практически за последние годы уничтожено. ваши к этому отношения и ваши шаги в этом плане, потому что я знаю, что вы были инициатором вот этого проекта Дети войны и вы им серьезно занимались. Спасибо. Дмитрий Юрьевич начнет, я считаю, не просто инициатор, мы пятый раз внесли закон в Думу, только что я разговаривал с Володиным и одним из первых законов, которые мы настоим, Дума должна рассмотреть, это о Детях войны. Пожалуйста, митрий Юрьевич. Инициатива нашей партии, посвященная тому, чтобы Дети войны получили государственную поддержку, в свою очередь получила широкое распространение, создано в России движение Дети войны, которое возглавляет наш товарищ Николай Васильевич Арефьев, член нашей фракции в Государственной Думе. Проблема еще глубже, потому что категория Дети войны не просто отнесена на региональный уровень, а после того, когда мы начали интенсивно продвигать необходимость законодательного регулирования, поддержки этой категории граждан, такие законы были приняты в регионах, но далеко не во всех. То есть сказать, что это есть во всех регионах, мы даже этого не можем. В ряде случаев меры поддержки настолько скромны, что этот закон ничего особо не дает для этой категории льготников регионального уровня. Мы поэтому настаиваем на том, чтобы в данном случае вопрос не зависел от доброй или злой воли региональных чиновников, регионального начальства и даже региональных депутатов. Мы за то, чтобы был принят необходимый федеральный закон, он подготовлен, он просчитан, средства, которые предлагаются отнюдь не подорвут финансовое состояние Российской Федерации и, к сожалению, уже четыре варианта закона, которые мы вносили, были заблокированы большинством голосов из Единой России. Подготовлен пятый вариант данного документа, он вносится и действительно, наряду с законом образования для всех, это первые два документа, на принятие которых мы будем настаивать в новом сезоне, в политическом, парламентском сезоне, так же, как будем регулировать и настаивать на изменениях принципов бюджетной политики при формировании проекта бюджета на следующий год и на трехлетку, в том числе, в интересах ветеранов. Не только дети войны в сложном положении, у нас по целому ряду направлений идет наступление на права пенсионеров, в частности, перестали индексировать пенсии для работающих пенсионеров, то, что в этом году там подачку небольшую сделали, это просто смешно, это даже не символическая поддержка, и все эти вопросы находятся на постоянном контроле нашей франции. Товарищ Новиков, я хотел бы обратить ваше особое внимание на ветеранов труда. Вот человек, проработавший 47 лет на страну, почему-то региональный пенсионер. Это прежде всего не уважение к людям, которые работали на страну, а не на данный регион. Мы с вами согласны, абсолютно правильно Исакову добавили. Я бы хотел еще немаловажное направление работы нашей затронуть. Именно это не проект, это именно огромный пласт работы и направление. Завтра мы подводим итоги нашего направления работы, это дети России и детям Донбасса. 2000 человек прошли через здравительный комплекс Снегири, ребята почувствовали всю внимание и заботу. Я хочу подчеркнуть, что это как раз дети из малообеспеченных семей, те, кого наиболее затронуло ужасы войны. И приезжая к нам, это действительно ребята здесь преображаются и чувствуют тот уровень заботы и поддержки. Геннадий Андреевич ведет эту работу с многими творческими общественными деятелями. Завтра мы подведем итоги. Вы можете посмотреть, он венчается великолепным галоконцертом прекрасным, как ребята реагируют на эту обстановку. Здесь они забывают и чувствуют себя свободными, чистыми и светлыми. Поэтому, хоть мы и говорим о пенсионерах, мы не всегда здесь подразумеваем, конечно, молодежное направление работы, и молодежь и дети также у нас в большом находятся приоритете. Спасибо. Что касается детей войны, точно посчитали, надо 130 миллиардов. Резерв у премьера триллиона, у президента тоже. Можно было своим распоряжением давно принять это решение. Но я встречался и с Путиным, и с Медведевым. Не возражали. Посмотрим, как реагирует на пятое внесение Единая Россия. Лукавить уже нет смысла. Стыдно в глаза смотреть детям войны. В деревне 5, 6, 7, 8 тысяч, в городе максимум 10, 12, 13. Нищие, голодные, без лекарств. Стыдно просто. Гитлер детство отнял, а нынешняя власть отнимает старость. Поэтому мы обязаны принимать это решение. Поддерживать активнее. Это ваши деды, отцы, друзья, братья, соседи. Мы обязаны принять это решение. Стыдно в глаза им смотреть. Бросили в такую нищету в стране, в которой олигархи грабят триллионами миллиардами. Он посмотрел 28 человек самых богатых. На 17 миллиардов долларов увеличили свои доходы в этом году. На 17 миллиардов долларов только за этот самый август увеличили на 7 миллиардов долларов. 7 на 6. Вот почти половину того, что нужно всем пенсионерам. Поэтому надо принимать решение. Ольга Волкова, парламентская газета. Такой вопрос. Сергей Удальцов недавно сообщил о том, что в юбилейный день 25 октября будет объявлен о представлен обновленный Левый фронт. И, соответственно, такой вопрос. Планирует ли КПРФ в общем-то сотрудничать с оппозиционными непарламентскими движениями, в частности, с Левым фронтом и Удальцовым? Спасибо. В наш патриотический блок входят все организации. Протестный штаб почти 40. Левые патриотические, молодежные, спортивные, творческие, профсоюзы. Двери открыты для всех. Приходите, приводите своих людей, участвуйте, действуйте и так далее. Мы провели переговоры с еще одним блоком, который возглавляет Вовнова Болдырев. Готовы с ними в том числе и формировать правительство народного доверия. Мы все в этом заинтересованы. Давайте ваши кадры, ваши силы, ваши возможности готовы на равных, на равных, но хотел перевести это в плоскость не болтовни, а конкретных соображений и предложений. Когда в свое время на переговорах Сталину предложили пригласить Папу Римского, который в ту пору поддерживал фашистскую Германию, на переговоры, Черчилль и Рузвель предложили пригласить, Черчилль предлагал. Сталин спросил, сколько у Папы дивизий. После этого предложение на сей счет прекратили. Давайте все сделаем для того, чтобы сплотиться для решения главной цели и задачи. Мы открыты для таких переговоров. Мой вопрос касается тоже муниципальных выборов, в частности тоже и вчерашнего заявления Рашкина, который говорил, что грядут фальсификации на этих муниципальных выборах. И вот в этой связи тот же Рашкин получается ввел в Бабушкинский тик города Москвы территориальную избирательную комиссию Владислава Кузнецова, который непосредственно и совершил одну из фальсификаций, зарегистрировал кандидата в его отсутствие. Сейчас этим делом занимается прокуратура. И вот хотелось бы как-то прокомментировать эту ситуацию в связи еще с тем, что этот же самый Владислав Кузнецов является кандидатом власти на Островском районе и в одной команде выступает к сожалению с яблоком. Внимательно рассмотрим. Вы материал это передавали в наших? Да, да. Внимательно рассмотрим. Спасибо большое. Внимательно рассмотрим. Спасибо. Что касается прокуратуры, 22 уголовных дела против фальсификации выборов прошлых ввели. По целому ряду дел приняты решения наказанные в том числе страхованные. Правда еще ни одного не посадили. Я бы за фальсификацию и воровство голосов давал большой срок. Потому что речь идет о воровстве не просто голосов. Воровстве полномочий, следователь должностей, следователь финансов, следователь искажения мнения граждан. Это вообще преступление без срока давности. Поэтому надо за это дело, кстати, 4 года уголовный законодатель предусматривать. Но суды будут больше гоняться за теми, кто честно и достойно вел свою жизнь. Вот Бессонов Владимир день назад разговаривал. Пятый год, шестой год преследуют. Ни за что. Все материалы лежат на столе у президента. Три фракции попросили прекратить это дело и бесчинство. Писал и разговаривал с генеральным прокурором, отправил эти материалы Единой России и сказал, за что вы его преследуете. Шестой год уже по сроку давности можно было пять раз прикрыть. Якобы он оторвал пуговицу одного из милиционеров. Этих уже выгнали. Причем отправил две пленки съемки этого небольшого митинга, из которых на 300% видно, что Бессонов к этому не имеет отношения. И тем не менее продолжается волынка, ни следствия, ни суды, ни прокуратура никак не могут найти правового решения. А почему преследуют? Сугубо по политическим мотивам. Сугубо. Хотя Бессонов офицер, который честно и добросовестно служил и работал в державе, который не раз бывал на Донбассе, который справедливо достойно отстаивал и свою честь и интересы ростовских граждан. Что касается вообще борьбы за честные, достойные, по-настоящему демократичные выборы, мы ведем эту борьбу по двум направлениям. Первое это соблюдение действующего законодательства, второе корректировка этого законодательства таким образом, чтобы выборы были действительно демократичными, чтобы их можно было признать такими. Кое-что в рамках этой избирательной кампании нам удалось. Нам удалось восстановить в ряде случаев наш список на выборах в Кирове. Нам удалось восстановить через Верховный суд наш партийный список для участия в выборах в Северной Осетии. Но при этом до выборов не был допущен наш товарищ Вячеслав Михайлович Мархаев, который планировал принять участие в выборах главы региона Республики Бурятия. Имел реальный шанс. Да, имел все шансы на успех, поскольку пользуется колоссальной известностью и колоссальным авторитетом в своей республике. Мы уверены в том, что пресловутый муниципальный фильтр для выдвижения на губернаторских выборах должен быть отменен. Для этого идет работа по линии нашей партии и мы в этом случае готовы консолидироваться со всеми теми политическими силами, которые выступают за здоровую конкуренцию в этом отношении, чтобы партия власти не имела преимуществ, которые им дает этот муниципальный фильтр и за то, чтобы был здравый смысл, чтобы он торжествовал, чтобы партия парламентская имела возможность выдвинуть кандидата не только на пост президента, но и на пост губернатора. Сегодня эти права, эти возможности ограничены. Поэтому, с одной стороны, борьба за соблюдение законодательства избирательного, а с другой стороны, корректировка этого законодательства в сторону его демократизации. Я, завершая нашу пресс-конференцию, хочу пригласить всех на выборы десятых. Бессмысленно отсиживаться. Можно ссылаться на что угодно. На занятость, на дачу, на что угодно, на погоду. Но Ельцины и вся эта жизнь свалилась не с другого континента или не с космоса, а из нашей беспечности и непонимания от того, что происходит. Поэтому можно исправить сегодня ситуацию, голосуя за тех, кто отстаивает ваш интерес. Если нравится, что происходит сегодня, партия власти у вас на виду. Если вы видите, во что может превратиться крикливая жириновщина, посмотрите на Украину. Прообраз вам. Если речь идет о оранжевой проказе, которая приводит к цветным революциям на Навального, последствия тоже очевидны. В данном случае у вас есть возможность поправить обстановку и проголосовать за команду поднанно патриотическую, которая приглашает вас не просто на выборы, а предлагает и программу, и вариант команды, и законодательство. Я уверен, что вы не ошибетесь. Приглашайте друзей, близких, соседей. Благодарим вас за участие в пресс-конференции. Спасибо.